Установка всего инженерного и технологического оборудования на аккумуляторном заводе компании iPower полностью завершена. В ближайшие дни будет осуществлен запуск пусконаладочных работ, что говорит о скором вводе завода в эксплуатацию. И уже в марте, по сообщению главного инженера iPower Сергея Дубновицкого, планируется выпуск первой партии продукции. Мощность предприятия на данном этапе, на первом пусковом комплексе, предусмотрена выпуск 1 миллион условных аккумуляторных батарей. Это ориентировочная батарея в L2 корпусе, их можно выпустить 1 миллион. На втором этапе мы планируем, у нас все предусмотрено, и фундаменты, и все коммуникации подведены с учетом достановки оборудования, чтобы иметь возможность производить порядка 2 миллионов аккумуляторных батарей в корпусе L2. Естественно, такой объем выпускаемой продукции вызвал закономерный вопрос у всех присутствующих. В части безопасности производство аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автотракторной техники. Насколько оно эффективно и экологично? Производство будет безопасным. Мы предусмотрели в проекте очень много как с экологической части, так и с охраной окружающей среды, так и со стороны МЧС, то есть противопожарных мероприятий. Очень много сделано. Мы установили газочистные установки, которые на данный момент считаю, что это самые современные, двухступенчатые, трехступенчатые системы очистки по воздуху. Вода у нас, которая образуется и планируется сливаться за территорию, то, что соприкасалось со свинцом, не попадает за территорию предприятия. Особое внимание в процессе пресс-конференции было уделено охране окружающей среды. Согласитесь, это самый животрепещущий вопрос для жителей нашего города с момента начала строительства завода. В рамках данного направления будет вестись мониторинг в области производственно-экологического контроля. Компоненты – вода, воздух, сточные воды, периодичность контроля, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников будут проводиться с периодичностью два раза в год. Земли и почвы, изучение их на содержание тяжелых металлов один раз в год. Параметры сброса сточных вод аккредитованными лабораториями будут проводиться один раз в квартал. Это наша обязанность согласно законодательству, и на предприятии данные измерения будут проводиться один раз в сутки. Немного ранее предприятие посетил Сергей Жданок, заслуженный деятель науки Белоруссии. Эксперт неоднократно бывал на предприятиях такого формата, а потому имеет свое введение на будущее завода. Я был на многих заводах и в Америке, и в Европе, и в России. И то, что сегодня здесь представлено, это самое последнее достижение в области аккумуляторного строения. И с точки зрения экологической, и с точки зрения технологической, это действительно лучшее, что есть в мире. И у меня никаких сомнений нет. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Специально для Букинформ.